А в Таиншинском районе Акима выбирали в среду вечером. На внеочередной сессии районного Маслехата депутаты поддержали кандидатуру Владимира Дудова. Алина Бржанова продолжит. В Таинше прошла 19-я внеочередная сессия районного Маслехата на повестке дня вопроса назначения Акима района. Его место вакантна с ноября прошлого года. Все это время обязанности исполнял его заместитель Николай Трифонов. Глава региона Кумар Аксакалов предложил кандидатуру Владимира Дудова. Таиншинский район обладает большим потенциалом, который должен быть раскрыт. У нас очень большие планы на Таиншинский район. Поэтому считаю, что именно среди многих Акимов районов, которые проработали на работе в данной должности, я подобрал именно такого человека. Считаю, что он более достойный. Кандидатуру Дудова депутатеры Маслехата поддержали единогласно. Затем нового Акима представили активу района. По образованию он юрист. Карьеру начал в 2005 году. Работал специалистом в аппарате Акима района имени Габита Мусрепова. Четыре года спустя стал инспектором главы региона. Далее продолжил работу в аппарате президента. В 2013 году работал руководителем аппарата Акима Северо-Казахстанской области. И с октября 2014 года на должности Акима района имени Габита Мусрепова. Перед Владимиром Дудовым Аким области сразу же поставил основные задачи. Кумар Аксакалов отметил, долгие годы район находился в упадке. Во всех сферах были отрицательные показатели. Особенно в агропромышленном комплексе. Поголовье скота уменьшилось на 5%. На 13% снизились объемы производства мяса. Почти на 20% яиц. Один из самых потенциально сильных районов, не только в области, но и в республике. Позиции многие сдали. Почему допущено было снижение, это большой вопрос. Поэтому, Владимир Сергеевич, этот вопрос нужно сразу же развивать. И ситуация должна здесь в корне измениться. Кроме того, первый руководитель региона отметил, нужно продолжить работу по диверсификации посевов, создать благоприятные условия для развития малого и среднего бизнеса, уделить внимание состоянию дорог и благоустройству сел. Владимир Дудов поблагодарил за оказанное ему доверие и пообещал приложить все усилия, чтобы решить эти вопросы. Те задачи, которые вы сегодня поставили, они предельно ясны. Я думаю, что мы вместе с нашим районом, с нашим потенциалом их исполним. Вполне будут рады, чтобы внести посильный вклад в развитие Северо-Казахстанской области и Северо-Республики Казахстан. Кроме того, глава региона запретил проводить в районе кадровые перестановки. Кумар Аксакалов отметил, каждому человеку нужно дать возможность поработать и раскрыть свой потенциал. Продолжение следует...